Киевский зоопарк По-человечески должна была понять еще одну, не звериную проблему. Обед будет скудный. Денег на полноценную еду нет. Рацион обезьян разгрузили больше, чем наполовину. С утра не привезли не то, что рыбы и яиц, а даже хлеба и картошки. Чтобы звери не голодали, сотрудники принесли им свою еду. Работники отдела снеслися с дому по десятку картоплев. Я работаю тут 22 года. Но чтобы такой критичной ситуации было вчера, такого не было. Такой стол вчера был не только в обезьяннике, но и в других вольерах, говорит замдиректора. Ведь всю последнюю неделю продержались на запасах. Продукты не привозили с 1 января. Прошлогодние договоры с поставщиками закончились. Новые не заключили. Поскольку в Киевском зоопарке в конце прошлого года происходила смена руководства, то есть решались какие-то организационные вопросы, плюс праздники. Естественно, все эти процессы с тендерами задерживаются. Проблема не столько в тендерах, сколько в отсутствии денег на счетах, говорит первый замдиректора зоопарка. Бюджет города не принят, когда дадут хоть какие-то деньги, неизвестно. А долг перед поставщиками продуктов 2,5 миллиона гривен. Вчера попросили их поставлять еду в кредит еще хотя бы до февраля. И уже в обед начали подвозить корма. Я очень благодарна поставщикам, которые вошли в наше положение. Завтра мы идем еще тоже с просьбой, я начала видна, дайте денег в Киевраду. Но даже если бюджет примут, от таких проблем в будущем зоопарк не застрахован. И для зверинца в этом году предусмотрели вдвое меньше необходимого, рассказывает замдиректора. Но эти проблемы Тони не понять. У него сегодня полноценный полудник. Хлеб намазанный с повидном, вот такими скибочками. В таких экстренных случаях могли бы выручить деньги от продажи билетов, говорит дирекция. Но только указ никого нет. За последние пять лет количество посетителей сократилось в два раза. Олеся Комарницкая и Олег Неведомский. Подробности телеканал Интер.